Здравствуйте уважаемые дамы и господа, начинаем сегодняшний вебинар посвященный эзотерике, магии, волшебству и в общем-то работе с самим собой с целью убрать какие-либо проблемы или так далее, или там какие-либо проблемы с присутствующей жизнью и так далее. Я сегодня постараюсь ответить на те вопросы, которые вы задаете на моем фейсбук канале, который называется Дуйко Кайлас и РТЕ, постараюсь максимально ответить на все вопросы. Зоряна Афурсевич, здравствуйте уважаемый Андрей Андреевич, скажите у меня весной участились ОРЗ и насморк, зимой не болело, в марте приобрела браслет из метасоников, может ли это носить эзотерический характер или все же легкие простуды это низкий иммунитет? Нет, эзотерические браслеты не могут приводить человека к тому, чтобы он болел чаще, низкий иммунитет, конечно, изменения в жизни начали происходить, люблю браслетик, ну супер. Ксения Кучеренко, скажите пожалуйста, как не бояться змеи, как эзотерически можно повлиять на ситуацию, когда человек боится чего-либо, вот смотрите, как работать с какими-либо качествами. Допустим, допустим, когда человек боится, то такое ощущение он испытывает на уровне живота или на уровне груди. В случае, если вы испытываете какое-либо чувство на уровне живота, то вы это чувство должны поднимать выше и чувствовать его сначала в груди и после этого в голове. Таким образом, боязнь к змеям будет уходить, а вот допустим, если человек хочет алкоголь пить, у него возникает чувство, которое находится в его груди. И вот для того, чтобы справиться с этим чувством, данное чувство необходимо опускать в живот и делать это многократно. И его начнет тошнить, потому что это чувство для живота, оно несносное и невозможное. В случае, если боязнь змей находится в голове, то необходимо такую боязнь змеи, это ощущение и чувство опускать в свою грудь или опускать в середину живота. Таким образом, такая боязнь будет уходить. Смещайте такое ощущение и передвигайте его вдоль своего тела вертикально выше или ниже. Обычно во вторую чакру, четвертую или шестую, это для учеников школы.